Я член правления и исполнительный директор нашей федерации. То есть в основном вся документация последние 3-4 года, наверное, нам нет. Вот, поэтому все ваши членские заявления, все ваши обращения, документы обмена, они все в первую очередь проходят через меня. Вот, соответственно, ну, как бы больше владею всей этой информацией. Ну, и сейчас у меня в полную очередь с вами переговорить и обсудить эти все главные вопросы, которые у нас на поле. Назарова наш был первым представительством нашей федерации на территории Красноярского края. Мы открыли его в 2015 году. Может быть, кто-то помнит, и соревнования мы здесь проводили, и приезжали со всего края люди. Но вот последние 3 года этого ничего не происходило. С 2019 года у вас руководителем вашего Назарского представителя был назначен Симон Николай Александрович. Он прям официально был назначен. Это действительно, он был руководителем вашего филиала. До этого был Кибус Андрей Петрович, с которого все здесь, собственно говоря, началось. Он тут у вас двигатель этого всего. Он нам его и порекомендовал. Как ответственного, как человека, который хотел развивать кинологическую деятельность в городе Назарова, как хотел развиваться сам, как кинолог в этом направлении. Ну и вот, собственно говоря, что у нас и получилось. Ну, что хочу сказать. Вступление в члены у нас с 2021 года автоматизировано. То есть выдаются членские билеты на местах, и дистанционно в федерации вносятся в базу. То есть членские билеты, они вот такие были. У Николая, в принципе, никакого труда ему не было. Не стоило внести вас в базу. Значит, перевести членские вносы на счет федерации. И вам выдают членские билеты. Они у него точно есть. То есть это у меня есть в переписке, что они у него есть. Значит, плюс... Здравствуйте. Ну вот. Как раз. Еще один старый член федерации пришел. Вот. То есть никаких проблем с выдачей членских билетов у него не было. По какому основанию он этого не делал, я не знаю. Что он нам говорил, да? То есть он говорил, что люди приходят на одну-два занятия и пропадают. Что им вся деятельность нашей организации неинтересна. То есть вопрос стоял вот сегодня, ваши с Назарова участвовали в мероприятии в Ачинске. Значит, вопрос стоял, почему нет УГС, почему нет тестирования поведения, почему нет собак на сдачу УКУДЕЛов. Вы обоих, да, участвовали в сдачу УКУДЕЛов, собаки, у них свидетельство, все. То есть, ну, наша задача, как бы, популяризировать собаководство ответственно, да, что собаки должны быть воспитаны, чтобы вы могли куда-то там с ними прийти, как бы, ну, нет ничего приятнее посмотреть, чем на воспитанную собаку, да? То есть они всегда глаз радуются. Вот. Ну, вот на ответ был у нас такой, что люди приходят на два занятия, теряются, им не интересны никакие испытания, это ничего не интересует. Ну, вот такие вот они. Ну, как бы, необык с ним разговоров. Такого порядка, значит, ты не можешь мотивировать, значит, наверное, надо учиться как-то, то есть с людьми общаться, заинтересовывать их. Ну, я буду пытаться. Там были у нас пробелы в общении, да, то есть были такие вот моменты, когда он просто вот переставал с нами как-то контактировать активно. Ну, вот мое было общее впечатление, думаю, ну, как бы, небольшой, и Андрей Кибуз говорил, не очень Назаров активный город, то есть как бы, не очень все интересно. Ну, как-то, видимо, мы тоже допустили такое, что поверили им на слово. Надо было, наверное, чаще к вам приходить. Хотя говорю, что мы ездили в свое время, каждый год проходили соревнования. Весь край собирался, и Кранск, он приезжал, и Тесноярск приезжал, и понятно, что Альчинск тут всегда под боком был, то есть мы все ездили к вам на соревнования. Вот, это было, это на самом деле. Ну, и теперь в итоге, когда уже начались отголоски информации доноситься, сначала, значит, он совсем там порядочный, да, в поведении, каком-то после очень приятном, ну, и потом уже, соответственно, он пришел запрос в полиции на нашу деятельность, с чего мы начали разбираться, что же такое произошло. Произошло следующее. С вас собирали незаконным образом огромное количество денег, да. Значит, в Федерации предусмотрено всего два вида членских взносов. Первый – это вступительный, он же на первый год читается, годовые, да, то есть вы помните об этом. То есть всегда вступили, вам выдавается членский билет. И второй вид взнос – это ежегодный. Вот, то есть все, он проплачивается раз в год. Никаких ежемесячных поборов в Федерации не предусмотрено. То есть наша организация направлена на то, чтобы больше отдавать, чем получать. Вот, значит, вступительный взнос, да, то есть он с 2013 года размер его не менялся с момента организации, образования нашей организации, он составляет 1000 рублей. При этом 50% от этого вступительного взноса остается в вашем ведении, в вашем отделении. То есть 500 рублей уже остается здесь на какие-то определенные нужды. Ежегодные взносы до 2022 года они были 500 рублей, а с 2022, ну вот, мы в Красноярске повысили до 700. Так, вот она говорит, ну, я что, я пришла, когда передавали полномочия, Андрейке бы все это передавала, она говорит, я ему все отдала, квитанция отдавала, так, и хотела ему рассказать, как мы работаем. Ну, то есть основа, все это она знаю уже, много лет была, да, на тот момент. Он сказал следующее, не надо, мне ничего рассказывать, это все олдово, модное насынчество, это все устаревшее, и я раскручу этот клуб. Ну, и раскрутил. Помогу, помню. Вообще-то, ну, правильно. Помогу.